Добрый вечер! Чувствую, что в моей музыке будет много. Громкими аплодисментами в Театре юного зрителя встречает композитора Александра Журбина. Он приехал в Красноярск, чтобы посмотреть мюзикл «Бендюжник и король», музыку которому написал сам. В первый раз Александр Журбин посмотрел спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве. Композитор признается, представление его настолько впечатлило, что захотелось прикоснуться к нему снова. Действительно, это удивительное сочетание игры артистов, и режиссуры, и света, и звука, и всего на свете. А главное, благодарных зрителей. Я вот увидел ваших зрителей и получил удовольствие просто от того, как они смотрят, как они слушают, как они понимают это все. Это большая радость для композитора. Александр Журбин – автор первой советской рок-оперы «Орфей и Евредика», «Пяти симфоний» и около 15 мюзикл. Написал сочинения к грамматическим спектаклям и кинофильмам. Некоторое время жил в США, где руководил эмигрантским театром. Также в Америке Журбин проводил фестивали русского кино. После просмотра мюзикла «Бендюжник и король» автор провел творческую встречу с горожанами, на которой исполнил некоторые из своих песен. Сразу скажу, пою я так себе, голос у меня хриплый, но эти песни мои, поэтому как хочу, так и боюсь. Песни Александра Журбина исполняют многие артисты. Иосиф Пригожин, Кристина Арбакайте, Николай Басков, Михаил Боярский, Тамара Гварцетели и другие. На творческом вечере присутствовал глава города Эдхам Акбулатов. Это очень почетное и очень для нас это событие, что Александр Борисович сегодня в нашем городе. Где ты, счастье моё? Кружит планета цветная. Где ты, счастье моё? Вдруг я тебя не узнаю. Со сцены театра Александр Журбин заявил, что хочет поработать с театром юного зрителя. Сейчас композитор думает над тем, чтобы мюзикл «Бендюжник и король» показали и в Америке. Екатерина Деревянко, Эдуард Баглай, Фонтова Новости. Субтитры делал DimaTorzok